здравствуйте в эфире программа близкие люди задумывались ли вы когда-нибудь почему близкие люди нередко выбирают одну и ту же профессию наверное это тот случай когда влюбленность родителя к примеру в свое дело стало хорошим примером для ребенка сегодня в нашей программе расскажем о профессиональной династии педагогов в начале октября в нашей стране отмечается теплый и трогательный праздник день учителя как рады вас видеть пожалуйста букет от всего нашего коллектива мы действительно искренне рады вас видеть и я искренне рада быть с вами вот так встречают голену александровну авраменко бывшие коллеги полтора десятилетия она была директором 11 школы работала в абакане и в только открывшись а тогда 25 а еще раньше в девятой школе города столько поколений до столько сердец у да на школе и хочется поздравить всех и учеников и выпускников и конечно весь федагогический коллектив дорогих учителей директор школы внучка директора школы мама директора школы и педагог директора школы обо всех этих ролях галина александровна расскажем в нашей программе сейчас 11 школа руководит ольга шоу баева ученица галины авраменко галина александровна конечно творческий учитель это творческий человек это эмоциональный человек все ее уроки были наверно как погружение в жизнь настолько жизненные примеры жизненные какие-то обстоятельства и всегда это как как творческий урок спектакль встреча с коллективом где не только коллеги еще единомышленники и добрые друзья дарит неповторимые эмоции начале октября 11 баканская школа отмечает юбилей 90-летие со дня основания сейчас здесь учатся полторы тысячи учеников а 14 педагогов выпускники этого образовательного учреждения каких-то 10 лет и будет уже целый век 100 лет будет нашей школе и дай бог пусть она процветает пусть она радует каждого какие учителя такие дети да такие победы а у нас такие учителя ну просто замечательные замечательные и по высшему назначению мы называемся навсегда старшее поколение счетчик считал считал и щелк живем иными заботами вы работаете еще спрашивают знакомые нет не работаю да как же так ведь жизнь она продолжается да тянется жизни нить и пусть она дальше тянется просто многое надо понять вступая в новое воинство ценить подарок каждого дня во всем сохранять достоинство в первый год после ухода на пенсию в школу не приходило специально рассказывать галина александровна было тяжело и нужно было дать себе время отвыкнуть как нужно любить свою профессию чтобы так не относиться чтобы полностью растворяться в учениках и в предмете как оставаться вдохновенным словесником и строгим руководителем они меня встретили вообще с восторгом потащили везде показывать эти клубы все вот смотрите мы как при вас все это делаем это вы начинали а мы мы же каждый год там участвовали во всех этих конкурсах побеждали и вот они все это такой радостью мне показывают что вот это вот это мы все продолжаем то что вы делали ничего такого ну это важно что вот вы за это конечно это продолжается это важно ну что зайдем здравствуйте ребята здравствуйте дорогие садитесь рада видеть рада видеть замечательного учителя ну что мои хорошие очень рада вас видеть думаю что и химия вам подвластна да выбор уже сделан какой-то на будущее да ну давайте нашей школе нужны не только талантливые учителя но и талантливые ученики а вы же талантливые у нас вы замечательные тысячи уроков сотни блистательных выпускников десятки профессиональных конкурсов педагогического мастерства в архиве городского телевидения сохранились кадры 20-летней давности с конкурсов педагогический олимп мой лучший урок но говоря об уроках галины александровны можно смело сказать это высший пилотаж каждый урок лучший и он как у хорошего режиссера неповторим ребенок увидел у нас и и он должен почувствовать что-то понимаете вот заинтересоваться настолько чтобы войти в этот мир и понять а я-то каков абсолютно нестандартный урок абсолютно личностный урок то есть личность учителя она что делает она помогает рождению личности ученика наверное по-другому и не должно было сложиться у меня же бабушка директором школы была в городе томске и потом она сразу заметила мое увлечение литературой она прямо сразу сказала но это просто как писатель говорит как живет но только сергеевна говорил что ваш урок был как спектакль и я тоже вспомнил это совершенно верно я вообще наверное мечтала быть режиссером так вот наверно вот эти мечты мои воплотились вот в этой работе а это ведь так здорово потому что режиссер в принципе вывод тоже у вас профессия тоже да такая когда ты сам себе строишь вот это и потом выдаешь и директор тоже это же как как режиссер который все строит планирует анализирует контролирует да который смотрит вдаль к чему могла там развиваться школа дальше какое должно быть движение у меня всегда кстати это было это видение вперед должно быть и иногда и хороши в своем предмете также ну как я обожаю просто литературу я в ней живу понимаешь я в ней существую и вот этот вот курс мой современно прочтение классики он завоевал высшую награду на россии и он везде по россии то есть он не только в абакане теперь то есть мы ее моим курсом пользуется вся россия называется современное прочтение классики а что сейчас надо светлана именно современное прочтение если вы придете и будете нудить детям то от этого дети не читают Дети не читают. Поэтому весь, каждый урок надо построить таким образом, чтобы был вопрос интересный. Интересный. Почему умерла Катерина? Почему она покончила жизнь с самоубийством? То есть вы стараетесь что-то современное внести? Ты зайди и скажи, а почему она просто не жила? Она обманывала бы мужа, обманывала. И что? Много таких семей. То есть это просто объяснить. Да, и все. Ничего не меняется. И не надо. И сейчас такое существует. И отношения там тоже эти все существуют. Правильно? Ну или там Обломовы, если вы на этом побывали, Обломовы, Штольц. А что связывают этих людей? Ну так же, как Онегин и Ленский, да? Улыбкой и несколько приятных слов каждому, с кем подарил встречу сегодняшний осенний день. Тем, с кем вместе учили детей. Тем, кто отвечает за чистоту и порядок в школе. И, конечно, детям. В этом вся наша героиня. Это наши выпускники. Вот это старшие все выпускники наши. Да, мы помним. Это вот 11 класс. Пообщавшись с молодым директором, Галина Александровна сказала лишь одно. У Оленьки все получается. Она уже справляется и без моих советов. Школа в надежных руках. А вот дочери профессиональные советы и не нужны. Когда вступила на этот непростой, но интересный путь, нужна была только поддержка. Знакомьтесь, Татьяна Плотская, директор 31-й школы Абакана, дочь Галины Авраменко. Школа – это прежде всего люди. Это те педагоги, которые составляют сердце школы. Это то, кто приходит сюда каждый день, кто работает с детьми, чья профессия зовется таким важным словом «учитель». Сложно было сформировать коллектив? Молодые в основном лица смотрят на нас. Хороший вопрос. Наверное, скорее да, чем нет. У нас коллектив очень молодой, очень юный, как и наша школа. И поэтому можно говорить, что до сих пор идет какое-то формирование коллектива, что мы друг к другу привыкаем, мы становимся единым целым. Да, это нелегко. Создать коллектив – это нелегко. Поскольку коллектив – это прежде всего люди, единомышленники, люди, которые думают одинаково, которые стремятся к одним и тем же целям и задачам. Только тогда все получается, именно тогда складывается коллектив. Ну вот такое впечатление, что вы, как бы у вас династия не только учительская, но и директорская. Так вышло. Хотя я уверена, что вы абсолютно разные с мамой по характеру. Как так получилось? Ну, так получилось. Я всегда говорю, что это, видимо, скорее судьба. Потому что я не искала себя в этой профессии, скорее профессия нашла меня. И то, что моя учительская деятельность переросла в директорскую, наверное, это тоже такая определенная закономерность. Видимо, очень хорошие были у меня учителя. Очень хороший был пример моей мамы, Галины Александровны, моего первого руководителя, Ирины Леонтьевны Табакировой в 26-й школе. Я хорошая ученица. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Вы прекрасно все выглядите, что вы соблюдаете те требования к внешнему виду, которые у нас в письменном школе. У меня сложилось впечатление, что такая Галина Александровна перфекционистка. Я сама так люблю таких людей. И такую же дочь вырастила. Абсолютно точно. Вот знаете, я всем всегда рассказываю, если поделиться с современными психологами, все бы сказали, что моя мама монстр. Но моя мама говорила мне, иди в школу, и без пятерки можешь домой не возвращаться. Но это было не потому, что она заставляла меня учиться. Она четко обозначала те возможности, которые у меня есть. И она говорила, Таня, нельзя давать себе слабинку. Обязательно. Твой уровень, это оценка 5. Поэтому делай все на 5. Школа как раз то место, которое дает мне возможность развиваться, где, несмотря на то, что программы остаются, да, вроде казалось бы, рутина, дети, но приходят новые дети, новые учителя, все меняется, меняются требования, и тем самым развиваюсь и я вместе с моей новой молодой школой. Мама, для вас хороший пример? Мы очень разные и по темпераменту, и по стилю, наверное, своей деятельности в коллективе, но абсолютно точно она очень хороший пример. Потому что и она меня этому научила. В любом коллективе нужно быть прежде всего человеком, а потом руководителем. Пункты показались не одинаковыми, да, у всех? Какие это были пункты как раз с этих моментов, которые у нас не совпали? Потому что мы находили два момента. Тема с левой стороны... Александра, мама вообще как-то влияла на ваш выбор профессии? Ну, только собственным примером. В принципе, у меня замечательные родители, которые очень доверяли всегда нам, мне, моему старшему брату, и всегда давали нам свободу выбора и свободу принятия решений. Поэтому сначала я собиралась быть врачом, и родители были рады этому выбору. Когда я сказала, что я хочу быть учителем, родители не менее радовались этому, и любой мой выбор, он был принят и поддержан. Я всегда всем коллегам своим говорю, и сама живу по такому же правилу, вот ни один рабочий день не проходит впустую. Никогда. То есть это день, который приносит большой спектр эмоций. И в конце дня, когда ты продумываешь о том, что произошло, что ты успел сделать, что не успел, ты подводишь итог, и ты понимаешь, что все-таки, знаете, как бы не банально это звучало, но ты занимаешься важным и полезным делом. То есть быть, наверное, нужным, быть полезным, быть востребованным, для меня это важно. Всегда должно быть что-то интересное. То есть ты с такой радостью всегда это должен делать, и тогда это будет радость приносить не только тебе, но и другим. И обязательно ты должен правильно, Татьяна Александровна говорит, заряжаться от этого, получать позитив. И только такая добрая энергия, любовь, она может породить тоже добрую энергию и тоже любовь. То есть свет. Свет надо нести всегда. И вот этот свет твой, он дальше идет. Ты уже ушел, уходя, оставьте свет. Возможно, когда-нибудь и в нашем городе появится скульптурная композиция, посвященная учителю. В одном из городов России мне доводилось видеть такую. И на ней были написаны прекрасные слова. И пусть уроки ваши думать заставляют творить, дерзать и верить в чудеса. Это была программа «Близкие люди». Увидимся.